В эфире итоговая информационная программа в студии Алена Куколева. Здравствуйте! О событиях этой недели вам расскажут наши авторы. Смотрите в этом выпуске. Рязань – столица ВДВ. Как голубые береты России отметили свой праздник – День воздушно-десантных войск. Платная парковочная зона на участках двух рязанских улиц начнет действовать 15 августа. И в Рязанской области поставлен рекорд нетрезвой езды. Ежегодно 2 августа в нашей стране отмечается славная дата – День воздушно-десантных войск. Крылатая пехота, голубые береты – какими только эпитетами не награждали гвардейцев-десантников. Но всегда, во все времена и при любых обстоятельствах неизменно оставались силы, мужество и надежность людей, живущих по принципу «никто, кроме нас». Более миллиона россиян, носивших в свое время голубые береты, а также проходящих службу в воздушно-десантных войсках, в настоящее время отметили свой праздник – День ВДВ. Сегодня с утра на площади Маргелова собрались те, кто связан со службой в ВДВ. Бравые десантники приехали сюда на раритетном автомобиле, чтобы все желающие могли увидеть технику военных лет, примерить каску и голубые береты. Этой машине 73 года, и каждый день в ВДВ, и 9 мая она появляется на улицах города, и каждый рязанец может приблизиться к истории, потрогать ее и даже прокатиться на ней. Вот весь кузов – это все родное, а там двигатель уже, конечно, другой. Где она произведена? В Америке. В Америке? Да. А почему? У нас их полтора или два миллиона, что ли, по лендизу прислали во время войны. С 42-го года прислали в Россию. Валерий Москвитин, капитан ВВС, лично отремонтировал эту машину. Сам в прошлом также совершал прыжки с парашютом. Среди собравшихся есть и те, кто преподавал когда-то в Рязанском училище ВДВ. Вот 16 лет я преподавал, учил курсанта вот в этом Рязанском училище. Я тактику воевать учил людей. Дочь Василия Лыкова сама работала в музее ВДВ. Сейчас живет в Киеве, и каждый год 2 августа она здесь, на площади Маргелова. Я специально свой отпуск провожу, подстраиваю под 2 августа, чтобы быть здесь, выйти сюда. Все пришедшие объединены одним духом. Они пояснили, откуда у десантников такая сплоченность. Ну это, наверное, в армии все воспитывается. Когда люди действительно рискуют своей жизнью, отвечают и болеют за жизнь товарищей, оно как-то это само по себе возникает в организме. Поэтому оно и продолжается после. Конечно, не у всех есть и слезняки, которые там фонтаны ныряют, как эти. Но есть и нормальные люди, которые чтят, помнят и погибших. Василия Филипповича, его настояние. Сбили с ног, сражаясь на коленях. Упал, ползи на наступай. Это наш лозунг. Кстати, о тех, кто ныряет в фонтаны. Наша съемочная группа разгадала секреты этой традиции. Что за традиция в фонтан нырять? Это освежение. Традиция давно. Смыть грехи. Напоследок, вместо истории и фактов, хотелось бы дать слово самим десантникам. Все они в этот день передавали приветы своим сослуживцам, командирам, делились страницами жизни и желали мирного неба над головой. С праздником. Слава, давай. На данный момент это мой супруг. Я как его поддерживаю каждый праздник. Мы с ним вместе проводим свой случай. Встречаем его сослуживцев, отдыхаем культурно, адекватно, самое главное. Армия есть армия. С супругой встречался. Пришлось уйти на гражданку. Сейчас вот пришел встретить, отпраздновать, как говорится. Молодежь, смотря, своих уже таких нет. С праздником всех десантников. Со 106-й воздушно-десантной дивизии. И также варди капитана Фролова, который в 2008 году был командиром роты. Я не могу его найти. Димон, выйди на меня. То самое, 137-й могучий полк. 45-му полку призывал 2-98. Отдельные приветы нашим офицерам. Зотову, Павлову, нашим сержантам, Калабину. Конечно, у нас был командир роты. Погибший человек. Гросс. Да, майор Яценко. Майор Яценко, Петр Карлович. Очень неприятно то, что мы его единственное, ну, не видим на локальных войнах. То, что он... В обилийске. Да. Не написано нигде. Лучше нас, наверное, нет никого, я так думаю. Это братство. Это братство. Это состояние души. За ВДВ. За ВДВ. Мы едины, уже отмечаем этот праздник вместе около 20 лет. 14 лет, да. Все по возрасту просто разные. Ребята, которые служат, они всячески говорят, что стало служить лучше, техника лучше. Ну, все, все, что связано с армией, все, что нужно было для армии, что мы хотели в то время, когда я служил, все есть. Мы приезжаем сюда только для того, чтобы помянуть наших павших товарищей, положить цветы, встретиться с друзьями и, ну, вспомнить о том, как мы все это прошли, как это было сложно. На этой неделе состоялась встреча президента Владимира Путина с губернатором Рязанской области Олегом Ковалевым. Он информировал главу государства о социально-экономической ситуации в регионе, показателях развития сельского хозяйства и промышленности, реализации ряда инвестиционных проектов. Как это полугодие закончилось? Ну, не так, как хотелось бы. Конечно, сложности есть в экономике, как бы иначе. Хотя есть сектора, которые хорошо работают, в частности, аэропонсентр в течение двух лет растем свыше 5%. И в этом году мы ожидаем, что под 3% точно будет у нас роста. За счет этих производств? Это и животноводство, и растеневодство. Но растеневодство, вот на корне урожай, сопоставимый с прошлого года, он даже чуть выше. И вопрос в том, уберем, если кто будет в растеневодстве, плюс, там, может быть, 1-2%. А в животноводстве мы прибавляем, сейчас идем по налоговости, по 2,4% к уровню прошлого года. А в прошлые годы, два года подряд, мы шли 4,5-5% с ростом. Да, с ростом. То есть работает схема наращиваемые выращивания картофеля и овощей, ягод. Очень хорошо сейчас это все идет. Пищевая промышленность тоже прибавляет и делает вложение переработку. Это очень важно, особенно переработку зерна, резонзерный продукт. Вот они в первую очередь сдали в эксплуатацию. По сути дела, они готовы переработать все зерно, которое мы производим. Если говорить о промышленности, то, конечно, у нас просила нефтенка сбора, нефтеперереработка, производство электроэнергии и добыча полезных ископаемых. Но вот сейчас мы ожидаем все-таки по концу года, что мы выйдем на уровень 2015 года. То есть мы ниже не сработаем. Есть позитивы рост потребления электроэнергии, увеличили производство цементных заводов. Один завод у нас в реконструкции, но он все равно продолжает производить два завода у нас. Последствия вступления по праву к антитеррористическому пакету, так называемому пакету Яровой, обсуждали в Москве 4 августа. Круглый стол посетили руководители российских операторов связи, аналитики, представители же власти отклонились от этого обсуждения. Закон гласит хранить все, всю информацию всех людей по всей стране. Ложится это на плечи операторов связи. Им предстоит хранить истории переписок, записи телефонных разговоров, расшифрованные сообщения, видеосвязь, историю просматриваемых страниц всех граждан России и другую различную информацию. В Москве состоялся круглый стол, на котором обсуждались возможные последствия вступления в силу по праву к антитеррористическому пакету, так называемому пакету Яровой. На нем присутствовали представители операторов связи, аналитики, представители власти отклонились от этого обсуждения. Среди собравшихся обсуждались вопросы создания системы хранения данных. Главное, на что было обращено внимание, затраты на оборудование для записи большого количества информации. Из факта коммуникации хранить три года и все содержание, включая видеоконтент, включая все письма пользователей, включая все мессенджеры, социальные сети, полгода. Даже если хранить информацию хотя бы в течение полугода, для этого потребуется 15 миллионов 4-терабайтных винчестеров, а это мировой объем выпускаемых жестких дисков в год. Если на винчестеров получается порядка 15 тысяч тонн, то 15 миллионов винчестеров таких, каждый весит по килограмму, примерно 15 тысяч тонн веса. Значит, Боинг 747, самая большая модификация на взлете полностью заправленная с пассажирами и грузом, ну, примерно 400 тонн. Но это типа почти 40 Боингов. Для хранения данных нужно оборудовать новые помещения и нанять обслуживающий персонал. Ну, необходимое оборудование будет стоить, первоначальное, будет стоить около трех триллионов рублей. Что касается системного обеспечения для обработки и хранения данных, его пока нет ни в России, ни во всем мире. Специалисты дают прогноз, что стоить оно будет дороже, чем материальное оснащение. Перечисленным оборудованием придется оснащать всех операторов связи. Именно они должны будут вложиться в реализацию проекта, что может привести к серьезным изменениям на рынке услуг. Поэтому все должны понимать, что закону быть, закон надо исполнять. Но исполнение его в наших российских реалиях возможно уже готовится как реализация передела рынка. И именно сообщество крупных операторов готовится рынок разделить. Да, мне остается просто закрываться и любиться за свои права. Как и многие мои операторы, которые представляют мои знакомые, малые операторы. Нам просто нет другого выхода. Нам не полезно прикрывать глаза и так далее. Мы не можем построить это хранилище данных. Оно нас просто убивает. Если операторы останутся на плаву, им придется поднимать свои тарифы, чтобы окупить все ранее закупленное оборудование. От этого произойдет рост цен на сотовую связь, телевидение, интернет от трех до шести раз. Таким образом, содержание системы хранения данных плавно перетекает на россиян. Но даже если проект будет реализован по этой схеме, он может не сработать. Если огромное количество операторов делают свои системы хранения, это не значит, что мы делаем общегосударственную систему безопасности. То есть кусочки это не целое. То есть надо создавать единую централизованную систему. И единую централизованную систему надо проектировать сверху. То есть это инженерная проектная работа. Это не то, что приняли закон, дали команду, и там огромное количество операторов что-то делает, и в итоге что-то хорошее получается. Обсуждение за круглым столом приняли форму дебатов. По итогу заседания собравшиеся сделали главный вывод. Нужно объединиться для поиска компромисса в решении вопроса. Ну, закон принят. Сейчас даны поручения президента правительству. Готовят соответствующие поднормативные акты. И мы хотим принять участие в их подготовке. Тем, чтобы они соответствовали возможностям операторов и уровню технологий, которые есть там. По всей стране остаются эксперты, которые полагают, что пакет Яровой не имеет смысла и стоит бороться за его отмену. Поскольку противников антитеррористического пакета много, власти страны дали возможность проголосовать россиянам против этих поправок. Пока только на сайте Госуслуг. И к новостям города. На Лыбинском бульваре отремонтировали лестницу к цирку. В настоящее время ремонтные работы в цирке на территории перед ним продолжаются. Обещают полностью реконструировать одно из главных мест города. Но пока об этом только разговаривают. На деле визитная карточка центра города сегодня находится в заброшенном состоянии. В Рязани отремонтировали лестницу, которая ведет от остановки цирк к Лыбинскому бульвару. Ее отреставрировали. И теперь она больше не предоставляет опасности для жизни, какой являлась прежде. Особенно в слякоть и гололед. Ступени полностью отремонтировали, а по обеим сторонам лестницы установили перила. Правда, новая лестница ведет пока что в никуда. В настоящее время продолжаются работы по приведению в порядок и благоустройству Лыбинского бульвара. Пока что только в планах реконструировать здесь уличное освещение. Отремонтировать еще пять лестниц, скамейки, опорные стенки и восстановить самый большой фонтан в городе, который должен украсить площадку перед Рязанским цирком. Пока что прогуливаясь по некогда одному из самых красивых мест города, обо всем этом можно только мечтать. Рязанский цирк – это отдельная история, болезненная как для власти города, так и для рязанцев, которые помнят, каким он был еще совсем недавно – величественным и настоящим храмом трюкачей и фокусников. В феврале 2015 года он был закрыт на ремонт, и открыть его планировали в декабре того же года. За месяц до долгожданного открытия в цирке произошел пожар, и в настоящее время его продолжают ремонтировать. Правда, какие именно работы ведутся внутри, сказать трудно. Здание огорожено забором. Нам не прокомментировали ситуацию ремонта цирка компетентные органы. На данный момент мы отправили запрос в Росгосцирк с целью на федеральном уровне узнать о его судьбе. Интерес составил, что по этому поводу думают сами рязанцы. А скажи, пожалуйста, ты в цирке давно последний раз был? Ну так давно, да. А вот в этом был когда-нибудь? Конечно. А как считаешь, вот его так давно не открывают, он нужен вообще? Конечно. Ты вот ждешь, когда цирк откроется, пойдешь туда? Ну, с мамой, конечно, пойду. Ой, очень редко ходим. Театры гораздо чаще, чем цирк. А вот в этом когда-нибудь были? В этом были. А вот как считаете, вообще нужен он нашему городу? Да, я думаю, что точно нужен. По крайней мере, если театр достаточно серьезный жанр для ребенка, и не все родители берут на себя ответственность ходить по театрам и прививать им любовь к искусству, то с цирком однозначно все попроще. Все-таки это массовая история. И в цирк люди ходят более простые. Ну, надо же им хоть как-то детей своих занимать и хоть как-то развивать. Поэтому я думаю, что цирк очень нужен нашему городу. И иногда там действительно бывают достойные выступления московские. Отлично. А почему так долго не открывают? Не знаете? Ну, я слышала, что там ремонт. Ну, видимо, как-то затянулся. Не знаю. Мы не подойдем. Да, к сожалению, наверное, не так глубоко в теме, поскольку вот цирк не самый любимый наш жанр. Но тем не менее ждем. Ну, однозначно, да. Настойчиво обязательно пойдем. Это интересно, да, после открытия. Как считаете, вообще цирк нам нужен в городе? Нужен. Детям у меня внук с удовольствием ходит. То есть внук в этом цирке был? Да, не раз. А не знаете, почему так давно, ну, долго не открывается он? Ну, потому что горел, наверное, ремонтирует, денег нет. Я думаю, что да. Когда откроется, пойдете? Конечно. Чтобы лишний раз не ездить в ту же Москву на цирк на Цветном бульваре, я думаю, ближе, чтобы в своем городе был цирк, конечно. А почему тогда он не открывает? Не знаете? Ну, насколько я знаю, там идут ремонтные работы. Сначала что-то с крыши было, а сейчас ремонт продолжается. Мне кажется, нужен. Как же так не нужен? А сами в цирк ходите? Нет. Внук уже большой. А вот у сестры они ходят. А не знаете, почему так давно, долго не открываются? Ну, там пожар был, поэтому вот так хоть какое-то украшение. Платная парковочная зона на участках двух рязанских улиц начнет действовать с 15 августа. Установлен режим работы платных парковок на улицах Радищево и Праволыбецкое и размер платы за их использование. Стоимость одного часа парковки составит 20 рублей. Оплатить парковку будет возможно несколькими способами. Через паркомат с использованием банковской карты, с помощью отправки СМС или специального мобильного приложения для смартфонов. Да, пока это оборудование еще не работает, но паркомат уже занял свое место на одной из самых оживленных улиц города. В районе Праволыбецкой есть деловые центры, вокруг много офисов, магазинов, ресторанов. По этой причине здесь постоянно ищут место для парковки автомобилей. Система паркоматов в скором времени внесет свои изменения в расстановку машин на этих улицах. А пока можно увидеть другие изменения. Это отремонтированный асфальт, новая разметка. Все это появилось здесь в преддверии открытия новых паркоматов. Сейчас будут еще в этот период времени установлены информационные знаки, дорожные знаки, которые будут говорить о том, что это зона платной парковки. И также еще будут сделаны ряд информационных обращений гражданам, горожанам нашим, о том, как нужно правильно пользоваться парковкой, какие способы оплаты существуют для того, чтобы граждане не нарушали действующие законодательства. На территории двух пилотных улиц Радищева и Праволыбецкой установлено три паркомата в рабочем состоянии. Их осталось только активировать. В стоимости в настоящее время подготавливается проект постановления администрации города Рязани. Проект находится на согласовании. Я думаю, что тут прям совсем в ближайшее время обязательно будет утвержден и опубликован. Тариф и режим работы паркоматов будет еще только утвержден. Предполагается, что платная парковка будет действовать только в рабочее время. Ночной период будет бесплатен для всех. Плата через паркомат может быть организована путем безналичной оплаты, через смс-сообщение, через электронный портал и для удобства горожан через мобильное приложение. В Рязанской области поставлен рекорд нетрезвой езды. В очередной ДТП попал водитель, который 37 раз привлекался к ответственности за управление авто в пьяном виде. Все случилось в Кадамском районе. Подробности узнала Оксана Тебенихина. На региональной трассе Кадам в Заулке 30-летний водитель автомобиля «Волга» не справился с управлением машины и съехал в кювет, где перевернулся. Пострадали пассажиры «Волги», женщины и мужчины были госпитализированы. Полиция уже выяснила, что шофер «Волги» не имел водительского удостоверения. Мужчина их никогда и не получал. Все это отнюдь не останавливало его от постоянных нарушений ПДД и лихой езды. Всего мужчина привлекался к ответственности 44 раза. 37 из них за езду в нетрезвом виде. Молодой человек даже уже находился под судом. Ему было назначено 492 дня административного ареста. Весной суд приговорил его за езду в состоянии алкогольного опьянения к одному году условно. Однако в день аварии он опять сел за руль в пьяном виде и без прав. Теперь против лихача снова возбуждено, но уже уголовное дело за рецидив. Летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро открылись. 5 августа сильнейшие атлеты мира начали борьбу за Олимпийское золото. И рязанские спортсмены, надеемся, верим и болеем, не подведут и станут реальными претендентами на золотые медали. Вот они наши земляки, которые будут отстаивать честь страны на летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Никита Лямин, мастер спорта России по пляжному волейболу. Мария Богачева, заслуженный мастер спорта России среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата по легкой атлетике. Чемпионка и вице-чемпионка мира, четырехкратный чемпионка Европы, рекордсменка Европы в толкании ядра и метании копья. Александр Марков, мастер спорта России международного класса по конному спорту, лидер олимпийского рейтинга. Денис Дмитриев, заслуженный мастер спорта России по велоспорту на треке, участник Олимпийских игр 2008 и 2012 годов, неоднократный победитель и призер чемпионатов мира и Европы. Болеем за Рязань, болеем за Россию. Наш регион официально представят два спортсмена. Михаил Пуляев, дюшер комета. Его тренирует заслуженный тренер России Андрей Попов. Заслуженный мастер спорта России по дзюдо номер три в мировом рейтинге в своей весовой категории до 66 килограммов, неоднократный чемпион и призер чемпионатов мира и Европы. Пуляев является сотрудником рязанской полиции. Дзюдоисты его категории поборются за медали в воскресенье 7 августа во второй соревновательный день. В 16.00 турнир начнется со стадии 1.32 финала. Уже известно, что трансляцию организует канал «Матч-боец». Евгений Луканцов с дюшер олимпиады. Его тренируют заслуженные тренеры России Владимир Тебенихин, Лидия Смирнова и Наталья Тебенихина. Мастер спорта России международного класса погребли на байдарках и канои. Евгений Луканцов выйдет на старт под занавес Олимпиады 19 и 20 августа. Пожелаем нашим ребятам ярких и эффектных побед. В городе массово пожелтели каштаны. Рязанцы удивляются. Осень вроде бы еще не скоро, а зеленые до первых заморозков деревья уже сбрасывают свою листву. Наверное, нет такого человека, который, прогуливаясь по улицам или парковым аллеям в своем городе, не обратил бы внимания на необъяснимые раны пожелтевшие листья каштанов. Эти деревья обычно сохраняют свою зелень до первых заморозков. Но сегодня, в начале августа, многие успели заметить, что осень в некоторые районы города пришла значительно раньше. Вот улица Новоселов. Здесь длинная каштановая аллея в один миг пожелтела. А это центр города. И здесь такая же ситуация. Красивые и могучие деревья стали желтыми. По этому поводу люди бьют тревогу и выдвигают самые разные версии. Начиная от экологической катастрофы планетарного масштаба, заканчивая тем, что это промысел божий. Действительность же, как всегда, намного прозаичнее. Ну, это связано с тем, что родина Каштана – Северная Америка. А мы знаем, что там, в большинстве мест, влажный атлантический климат. И воздух всегда влажный. В Рязани в июне, в июле были такие дни, когда температура была свыше 30 градусов. Не было ни капли дождя, и воздух был очень сухой. В этот момент Каштаны получили просто ожоги. Потому что им не хватило воды, их никто не поделал. Если Каштан поливать, то он сохраняет кайму листья, листья зеленые, как и положено. Еще одна причина Каштановой беды – паразит, так называемая минирующая моль. Крошечное насекомое размером с соринку прокладывает ходы и выедает в листьях внутренний слой хлорофила, откладывая яйца. Если выяснится, что действительно городские Каштаны атаковали насекомые, понадобится усилие многих добровольцев. Потому что уничтожить минирующую моль можно только осенью. Собрав под всеми, без исключения деревьями, листву, в которой зимуют личинки. С одного килограмма сухой листвы можно собрать до 140 тысяч особей насекомых. Возьмутся ли за это городские коммунальщики? Пока остается под вопросом. Впрочем, на данный момент необходимо установить точную причину заболевания деревьев. И потом уже думать над решением этой проблемы. Международный день светофора ежегодно отмечается 5 августа, в день, когда был установлен первый электрический светофор, предшественник современных устройств. Сегодня этот компактный автоматический регулировщик дорожного движения в городах избавил человечество от необходимости постоянно дежурить на сложных перекрестках дорог. Как день хозяина дорог отметили в Рязани, расскажет Анна Герцовская. Сейчас у нас в Рязани работают 114 перекрестков со светофорами. Раньше они исчислялись единицами. Первый светофор нашего города появился на площади Соборной, где сейчас разворачивается первый троллейбус. Это было в 1953 году. К этому времени светофоры стали уже автоматическими. Раньше их переключали люди. Ситуация изменилась в 1910 году. Тогда был запатентован первый автоматический светофор. Произошло это в США. Сейчас технологии ушли далеко вперед, и людям практически не приходится вмешиваться в ход событий, которые происходят на перекрестках улиц. Например, у нас в Рязани существует уже 26 перекрестков, на которых установлены адаптивные светофоры. Они могут сами управлять дорожным движением, в течение всего дня изменяя промежутки между подаваемыми сигналами для большего удобства водителей. Получается, что перекресток, где образуется пробка, подстраивается таким образом, чтобы на нем увеличивался транспортный поток. Все это стало возможным благодаря системе детекторов транспортных потоков и камер, установленных на перекрестках. Наша съемочная группа во время этого репортажа побывала под одной из них. Оборудование считывает показатели средней скорости транспортных средств, их количество за определенный промежуток времени. Все это анализирует, после чего меняет цикл и временные такты программы. Эта система установлена на главных улицах нашего города. Вообще эта система начинается с Московского шоссе улицы Юбилейная до пересечения улицы Соборная и улицы Ленина. И с улицы Ленина, улицы Соборная на выезд на Ряжск до Каширского шоссе улицы Святи. Чтобы еще больше упростить жизнь водителей, скоро в Рязани появится еще одно нововведение. В будущем должно появиться информационное табло, предупреждая водителей о движении скорости на пересечениях этих прогонов между перекрестками. Для чего это нужно? Чтобы, если водитель двигается со средней скорости, указанной на информационное табло, то он будет подать под зеленую волну. То есть, подъезжая к первому перекрестку, допустим, к какому-то из перекрестков, водитель двигается с определенной скоростью, какой указанной на информационное табло, он обязательно попадет на второй перекресток с горанием зеленого светофора. То есть, если подъезжая к первому перекрестку, водитель будет двигаться с указанной скоростью, тогда на следующий перекресток он попадет под зеленый цвет. И так по цепочке. В результате водители смогут ездить по городу без пробок. Пока этого не произошло, стоит сказать, что адаптивные системы, помимо регулировки движения, позволяют пойти еще дальше и помогают зафиксировать ДТП, происходящие в городе. В завершение хотелось бы еще раз поздравить всех людей, которые связаны с работой светофорных систем с праздником. Пусть сами светофоры прошли большой путь развития, которым уже более 100 лет. Системы действительно набирают обороты и им остается куда еще стремиться. Такой была эта неделя. Я напоминаю, что все новости вы можете увидеть на нашем сайте город62.тв. Мы прощаемся с вами до понедельника и хороших вам выходных. Субтитры создавал DimaTorzok